Ну что, господа, приступаем к утеплению отделки фасадов. Ваган нам покажет, как это правильно делается. Начинаем с самого начала. Первое, что мы делаем? Обеспыливаем. Вот, видите? Я не помню, а Ваган помнит. Давай, Ваган, приступай. Разумеется, вы должны понимать, что мы сейчас работаем на стенде, поэтому некоторые элементы мы вам, мягко говоря, имитируем. У нас нет возможности здесь наносить грунтовку распилением. То, что мы делаем всегда на объектах. Всегда на объектах мы берем грунтовку глубокого проникновения, разводим один к шести с водой, наносим до полного заполнения основания, до такого состояния, что грунтовка просто льется. Даем подсохнуть, 50% сухих пятер, когда появляется, мы наносим грунтовку распылением второй раз. Пропорции 1 в 4. И повторяем полностью процесс. После этого наносим грунтовку в третий раз. Но уже чуть-чуть. Концентрация грунтовки за третий раз один в двух. Сейчас вы видите, ваган показывает, собственно, обеспыльение, то, что льет, и лекунтовку перед началом работы. То есть сметаем пыль, грязь, мусор, все, что было. Ну, ваган, достаточно сейчас. Давай, собственно, дальше. Что обязательно? Мы должны обезжирить оконную раму. Обычно это делается либо специальными средствами, либо спиртовым раствором. Взяли, побрызгали, протерли. О, запах-то какой! Сижный. Сижный. Мы должны протереть вот эти три стороны. У нас сюда приклеивается элемент примыкания с сеткой. Вот как он, собственно, выглядит. Видите? Да. Если посмотрите поближе, это вот приклеивается к оконной раме. Здесь специальная клейкая полоса. Дальше пыльничек. И сам элемент примыкания. Ширина элемента примыкания 9 мм. Ваган отступает от края рамы на 15 мм. Безопасность, здоровье, комфорт и эффективность мероприятия. Пожалуйста, соблюдайте безопасность социальной дистанции. Используйте дезинфицирующие средства. Носите индивидуальную маску и перчатки. Благодарим вас за участие в наших мероприятиях. Желаем вам хорошего дня. И как ты это? Рисочку прям. Не-не-не-не-не. Давай вот это с другого ракурса, чтобы было видно. Вот сюда прислони. А можно вопрос? Лучше карандашом. Никаким маркером. Ну что, ребята? Только карандашом. Видно, да? Чтобы было четко-четко видно. Все. Видно. 15 мм с трех сторон. Буквой П. Понятно, да? Буква П. С трех сторон приклеивается элемент примыкания. Для резки элемента примыкания мы используем прямые ножницы по металлу. Вот этих ножниц вполне достаточно. Есть специализированный инструмент. Стоит дорого. И больше вы его нигде не сможете использовать. Вот этих достаточно. А теперь, Ваган, покажи, как нужно работать новичкам. Линейка метровая. Карандашиком проведи риски. Прошу вас, ни в коем случае, ребята, только не обижайтесь. Но, когда вы будете делать первый раз, линейка, никаких рулеток. Рулетка врет на 3 мм. Поэтому должна быть именно линейка. Угольник. Но не рулетка. Прочерчиваете линию. Рисуйте риску. То же самое. Вертикально вторую. Ваган, просьба. До конца прочерчивай, чтобы людям было хорошо видно перекрестки. До самого конца. А тем временем, Паша на той стороне мешает отфизионный образ наносит. Обратите внимание на наши замечательные подмасти. Сними, пожалуйста. Как и все строители, в качестве подмастей мы используем пачку пенополистирола МОСТРОЙ-31. Удобно. Ничего не царапает. И быстро можно двигаться. Самое главное, легкое. И перекрестие обязательно покажи. Только ваган. Хорошо? Чтобы людям было видно. Потому что... Еще раз хочу обратить ваше внимание на какую вещь. Смотрите. Вы, когда первый раз делаете, вам вот это вот перекрестие, вот эта вот рисочка и сюда, и сюда, они очень важны, чтобы вы не промахнулись. Человек, который делает постоянно это, ему это легко. Но если вы делаете первый раз в жизни, и по сути дела учитесь, и делаете свой любимый, единственный дом, вам вот это вот очень важно. Без этого вы просто можете промахнуться, а это уже финишная линия. Как вы понимаете, это риска. Что она показывает? Это нахлест утеплителя на оконную раму. По сути дела, это четверть из утеплителя. То, что не позволяет промерзать оконной раме. Даже если вы делаете фасад без утепления, вам все равно лучше всего из пенополистирола сделать вот этот вот нахлест. Можно передвижить водильный телефон со дном ГРСС-10 нашедшего. Увидительно просим верну в администрацию 2-го поведения. Увидительно просим вернувшихся 2-го поведения. Не обманывайте только сами себя. В руках профессионала это кажется легко. Это на самом деле нужен небольшой опыт. Поэтому берите элемент примыкания с запасом на то, что 2-3 штуки вы точно испортите. Если 7 раз отмелить, но потом 1 раз отрезать, может не портить? У всех руки разные. Руки-то разные, но линейки в принципе должны быть одинаковые. Линейки, да. Но не у всех получается. Потренировался. А вы нам рассказываете, что все строители... Нет, все замечательные. А мы сейчас говорим о частном заказчике, который строит свой любимый дом. И первый раз в жизни. Как видите, Ваган примеряет на сухую. Я сейчас вижу, что у нас один угол выше, и еще не идет. Поэтому сегодня у нас тема заехала, это квартиру, а кто здесь собирал окошки? Даже мой глазомер в очках говорит, что левый угол окна ниже, а правый выше. Отъясню. Выставляли нормально, а потом один человек пришел и начал отрывать отсюда пленку техно-николевскую. Значит, пленка в особо... Виноват я, честно скажу. И я сдвинул оконную рабу. Допускается, чтобы между элементами примыкания была щелочка порядка одного-двух-трех миллиметров. Это нормально. Ненормально, если будет стоять уросток. Это будет плохо. с сделанной подборшей канализацией и так же дальше установленной... Что, это пластик белого звена? Ну, по-моему, у меня как-то... А его не видно. Он остается под декоративной штукавой. В конце мы вам обязательно показываем. Есть так называемый 3D, который остается в полу. Это стандартный, который закрывается полностью кварцевой грунтовкой и декоративной штукатуркой выема никогда не увидите. Видите, легко снимается. И дальше остается только приклеить. Выставили уголочек и аккуратненько приклеиваем. Основная задача, когда вы приклеиваете эту пленку, вам нужно приклеить ее так, постараться, чтобы на ней не было морщин. Почему? Вы находитесь... Мы сейчас в зале. На самом деле, вы будете находиться на улице. Любые морщинки, которые будут при порывах ветра, возникает вероятность того, что пленку просто вырвет сильным ветром. Чем ровнее вы ее приклеите, тем прочнее она будет держаться. Мы сейчас в зале. Подминистрация 2-го кондиционера. И снизу поклеиваем на малярную ленту. Для того, чтобы воздух снизу не заходил и не срывал эту плену.